Нищенские зарплаты шахтеров Караганды или почему они молчат? Конечная продукция компании Арселор Миттл Тиммертау уходит на экспорт. То есть продают они свою продукцию в иностранной валюте в долларах. Соответственно, и прибыль компания получает в долларах. Однако, предприятие платит своим рабочим сущие копейки. Если сравнить средние зарплаты шахтеров в других странах, даже размеры зарплат на предприятиях Арселор Миттл только в других странах сильно отличаются от Казахстана. Как же так получилось? Получается, Миттл достойно оплачивает труд рабочих в других странах, кроме Казахстана. Кто же забирает эту разницу? Сначала покажу вам один расчет. Прошу, запомните. 1 миллион тенге должны платить шахтерам каждый месяц по рыночной цене на экспортных предприятиях. На данный момент шахтерам в среднем платят 256 тысяч тенге на руки. Если от 1 миллиона вычесть 256 тысяч, получаем 744 тысяч тенге. Эту разницу с каждого шахтера каждый месяц кладут себе в карман Назарбаев и Тукаев. Как вы видите из этих расчетов, разницу, которую недоплачивает Лакшми Миттл шахтерам, забирает все 28 лет Назарбаев, который делится украденными доходами с Миттл. А последние 5 лет в долю присоединился с Назарбаевым и Миттлом и Тукаев. Что делал все эти годы Назарбаев, а сейчас его ставленник Тукаев? Они платили работникам ничтожные зарплаты. А если рабочие возмущались, то подключали КНБ, МВД, Акимат и довели силой всех недовольных. В любой стране работники имеют право выйти на забастовки, митинги и другие акции, чтобы добиться лучших условий труда. Но режим Назарбаева-Тукаева, получающий свою долю от прибыли работы экспортных предприятий типа Арселор или добычи нефти, газа, цинка, алюминий, ферросплавов и так далее, подавляют репрессиями такие законные протесты, что позволяет им класть в карманы ежегодно миллиарды долларов. Давайте разберем, как это происходит с зарплатами шахтеров на Арселор Миттл. В среднем месяц каждому работнику недоплачивают около полторы тысяч долларов. Умножаем на количество работников угольного департамента Арселор Миттл-Химиртау и на 12 месяцев. Получаем 270 миллионов долларов в год. Именно эту сумму шахтеров имеют Назарбаев и Тукаев, а также Миттл. В предыдущие 28 лет разница в зарплатах, которые Назарбаев, Тукаев и Миттл забирали себе, было еще больше. Со всего предприятия Арселор Миттл-Химиртау они имеют в два раза больше, так как шахтерам добавятся еще металлорги. Со всех экспортных предприятий Казахстана Назарбаев и Тукаев имеют порядка 20 миллиардов в год, отнимая реальную зарплату у работников этих предприятий. Миттл, как крупный бизнесмен, готов был играть по любым правилам. Если бы Назарбаев не преследовал личных интересов, то Миттл бы работал бы в Казахстане так же, как и в западных странах. Платил бы нашим работникам по несколько миллионов тенге? Соответственно, с них платил бы в несколько раз больше налогов в бюджет страны. Но Назарбаев, а сейчас и Тукаев, предпочитали, чтобы Миттл платил людям ничтожные деньги и маленькие налоги, при этом закрывая глаза на экологические проблемы. Зато украденными деньгами делился с Назарбаевым и Тукаевым. А это сотни миллионов долларов в год. Сейчас задача Назарбаева продать свои активы олигархам Путина. Делают они это все при помощи Тукаева. Для этого нужен был взрыв на шахте.